Господи Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй меня грешного. О монашестве. Меня упрекают, что я не признаю монахов, поношу их. Но я эти ролики выставляю. Те, которые говорят, они ни на что не ссылаются. Они могут ссылаться только на то, что они не переносят меня. Им трудно слышать, когда я говорю обличительное слово. Но я не могу иначе, как и Еремия говорит. Я хотел молчать. Внутри меня в костях, как огонь разлитый. Я вижу безумие. Гибнут люди. Ну и засчитываю. Игнатия Причининова. Тут все по порядку считаем. Я считаю из своих открытым окон 7-8 том. Я в университете отвечаю людям на основании житей святых. Дальше. Вопрос. 1841. Это 7 том открытым окон. Я воспитана на почтениях к житиям святых. И тем более тех святых, о ком известно, что они были великими. Вы неоднократно говорили, что Арсений Великий не прав был. Что он молчал и так учил людей. Почему вы так думаете, что ваше суждение вернее, чем мнение тех, кто был с ним рядом. Кто видел плоды этого его молчальничества. Тем более даже видения были, что Арсений выше тех, кто творил прием посетителей, как Моисей Мурин. Докажите, что вы правы. Вот такая большая записка мне поступила. Я за кафедрой стою. Ну, теперь прикиньте, вот вам ответ. Как-то приехал ко мне один священник. Отец Карелин Владимир. Ну, а у меня куча вывалена. Там просто записок этих, там больше трех тысяч. И он выбирал, выбирал. И вот на эти вопросы ему интересно, а какой ответ будет. Ну, а я в это время сидит, у меня человек печатает. Тогда был еще на панаиле романах. А он сзади залез с ногами на кровать, так, по-житейски, по-домашнему. И ждет, когда я подам ему записку и сразу начинаю отвечать. А потом надо было это переводить из пленок. Вот такое дело было непростое. И он говорит, я отвечаю на один вопрос. Третий, я ни на один вопрос ответил неправильно. Ни на один. Почему я говорю, так может я неправильно? Да нет, я отвечаю согласно Слову Божьему. Святых отцов, канонов и житий святых. И дальше я отвечаю. Ответ. Вы ставите мне вопрос совершенно для меня невыполнимый. Вот заметьте, я не боюсь сказать невыполнимый про Арсения Великого. А кто Арсений Великий? У царя Феодосия Великого в Византии были дети. Аркадий и Гонорий. И он решил разделить империю на западную и восточную. Родные его дети. И вот он сказал, мне найдите самого лучшего воспитателя, как Василия Жуковского, там находили когда-то он был, или профессор Паски, царских детей воспитывал, Герасим Петрович. И вот искали, искали, искали в восточной церкви и не нашли. Чтобы знал духовное и мирское. Находят, ну прям академик, все знают. А веры никакой. Ну вера есть, тогда нельзя было быть неверующим. Другого нашли, ну куда угодно. Писание все знает, а ничего не знает по мирскому. Ни астрономии, ничего нету. Конечно. Тогда он обратился к брату Аркадию Гонорию. И те поискали, говорят, стыдно будет, если мы не найдем. И наконец нашли такого. Видимо там спрашивали, конкурсы были. Арсений. Знает то и другое. Ну его вызвали, ему присвоили звание, я не знаю, какое. Допустим, генерал-майор, дальше попечитель. Ну и зарплата ему. Он говорит, не надо мне этого. Будешь ходить вот такой одежде там золоченая. Не надо. Я хорошо знаю, потому что много им занимался. Такой его. И однажды император Феодосий зашел. Ученики за партой сидят. А он стоит, ну как сегодня, учитель. Здравствуйте. Здравствуйте, сидят. Так, а что у вас здесь есть? Ну как, учу. А кого вы учите? Ну, ваши дети, ваше императорское величество. Здесь нет детей императорского величества. Здесь школьники. Ты должен сидеть, а они должны встать. Встать! Они встали. Больше шебе я никогда не видел. А ты сядь, ты учитель. Они должны перед тобой стоять на вытяжку. Если где-то что-то нарушат, пари их. Не жалей. Я это утвержу. Ну и однажды Аркадий что-то там сделал. Но, видимо, пригрешение было. И вот так Арсений наказал, что у него полосы, эти рубцы, остались до самой смерти. Нехудо приголубил он его. А тот сразу сказал, вот как только умрет у меня отец-то, я буду императором, я этого Арсения сразу казню. А ему кто-то передал. И он тогда переоделся в нищего. И ночью тайно вышел. И никто, его воины никто не задержали. И он ушел в самый дальний конец пустыни. И никому не говорит. Все время закрывает лицо. Тот, который ему сказал, кто-то, он не знает кто, и сказал, беги и молчи. Беги и молчи. Он не знает, что это за контактер был такой. Я понимаю, что это был не ангел, а дьявол. Почему? Все вопреки Евангелии сказано было. Человек с громаднейшими знаниями. Что он с собой сделал? Я это людям отвечаю. Как я могу доказать свою правоту, когда здесь нет Арсения? Арсения нет. Я говорю, как за него отвечать буду? Если бы вы попросили сравнить житие Арсения Великого с Библией и показать, где конкретно он не прав, тогда мы бы вместе, помолившись, могли бы посвятить этому разбору в драгоценнейшее время. Вот мой какой ответ. Я не знаю, но остались труды о нем. Выдержки из жития Арсения я буду брать в кавычки. И вы этому можете не верить. Но возьмите житие за май месяц. И под восьмым числом найдите житие всего человека. По старому стилю. Приведя выдержку из жития, буду давать рассмотрение выдержки в сравнении с Библией. Это я за кафедрой. Повторяю, что я не знаю, так ли было действительно в жизни этого человека. Но мы договорились, что житие это пока самый надежный источник, по которому мы можем одинаково рассуждать о личности данного подвижника. Что я не так ответил? Сегодня, которые нападают, у них ничего нет. Совершенно ничего нет. На этот вопрос они не ответят. Их научили только грызть. То есть они знают, миссионеры, это значит, у них нападать кого-то. Но миссионеры не в этом. В миссии только два человека. Их не может отделов быть. Это враг придумал. Обман самый жестокий, злобный. Все ползет туда. Я знаю их, таких как Дворкин, руководитель. Это он их наклепал. Преподобный Арсений родился в Риме от благочестивых родителей христиан, которые воспитали его в страхе Божьем и обучали наукам. Так, ну дальше он пошел, и мне на тот момент... Так, когда это было? Вот его биография какая. Располагается по годам... Родился в 354-м. Принят ко двору царя на 29-м году жизни, 383-м. 11 лет жил при дворе императорском, 394-м. 40 лет прожил в Скидской пустыне до 434-го года. За 40 лет 40 слов не сказал. Знания какие. 10 лет прожил в Трагине или Трайоне. Три года пробыл в Канадце, два последних опять в Трагине и умер на 96-м году жизни в 449-м году или начале 450-го. Дальше. Четвертый век, век обмиршления церкви, когда к власти пришел Константин Великий, и масса самых грешных и необращенных, невозрожденных людей хлынули в церковь. Об этом криком кричат житья. Это я говорю, мои слова записаны были на пленке, а потом их переписали в ворд. Этот век и дал всплеск распространению монашества, как протест против этого обмиршения. В самом центре Вавилоне распущенности и жил юноша и учился в среде утопавших в роскоши. Слово «благочестивые родители» вовсе не означает, что они были возрожденными. Так говорится о тех законопослушных граждан, кто не поддерживал этиков, кто внешне соблюдал восстановление господствующей церкви. Это я отвечаю, что под этими словами понимать надо. Повторяю, я ни дня не учился ни в семинаре, нигде. Я просто молюсь и теперь говорю. Эти академик-то пусть ответят. Абсолютизм власти и прислуживающей ему церкви закрыл Слово Божие, и по нему не было никакой нужды сравнивать жизнь. Повторяю, это мои слова. Мои. Это не в кавычки взято. Об этом сетует и рыдает Иоанн Златоуст 347 по 407 год. И все святые отцы. Жизнь языческой столицы была развращающей. Ну где-то Константинополь. Нужно знать, что даже среди епископов не было настоящих проповедников. Иоанн Златоуст был первым, кто стал говорить не по бумажке. Изусно. Но Петр Первый сказал говорить не по бумажке, самим, чтобы дурь каждого была видна. Он ничего будет пыхать и мыхать, он ничего не знает. Изусно. На память. Это было чудом века. А во времена апостолов это было совершенно обычным явлением на самого маленького простолюдина. Епископы не учили народ. Священники молчали. Про диаконов, как и сегодня, не приходится даже и говорить. Много ли даже в Москве в этом 2004 году от Речица Христова диаконов, которые проповедуют чисто евангельское учение? Простой вопрос задаю, а оказывается нет. Евангельское, они занимаются разъяснением обрядов, что означает их ребусные движения. Выходит, Евангелие несет, это означает на проповедь. Свящу несут перед ним, это означает, что Иоанн Креститель пришел. Шарада. Сейчас трудно найти священнослужителя в Москве, который не имел бы хотя среднего образования. Но, как правило, у них есть мирские институты, семинарии, академии и даже профессорские звания. А диаконов сейчас в Москве 287. В 2004 году я говорил это, а сегодня вот 18, 14 лет назад я в университете говорил. И ни одного проповедника евангельского учения, 732 священника на 681 храм и часовню. Да что, Москва, если на 154 сегодняшних архиерея во всей патриархии найдешь ли одного, кто мог сделать это сравнение из жизни по Библии, сравнить и начать ревизировать свою жизнь по деянию апостолов? Мы как-то стали считать 28 глав деяния апостолов. На каждом стихе останавливается. Мы ничего не нашли, что сегодня есть. Ничего нету. Это новая религия. Новая, не основанная на Библии. Там Павлов прощались, падали на шею. Да сегодня к архиерею подойди, поди нам на шею. Даже это нельзя сделать. Даже проститься не можем, обняться. Вот нам Бог дал в Алтайском крае. Я вот сегодня говорю, это у нас сегодня 20 апреля 18-го года. У нас удивительный сейчас митрополит, даже говорит боязно. На него кинутся, шажрут его. Иванников, это владыка Сергий, бывает потеряевки. Он без поцелуя не встретит. И проводит, еще обнимет и поцелует. Вот подхожу к нему, когда епископ стоит, прощенное воскресенье. Он с крестом вот так обменит фотографию и все выставляет. И считает, это он лицемерно. Вы иеретик. Если я иеретик, тогда его надо выхлестывать отсюда. С иеретиками молятся. Приезжает потеряевку два раза в году со священниками. Ну, ошалелый от злобы. Когда я считал жития святых, я никак кто себя обольщался. Что Дух Спятой будет трудиться над новыми семинаристами. Это новое будет поколение. Они будут смирены. Ничего нету. Более злобное. Более отверженное. И что? А ведь даже сейчас, ну, теперь много больше. 312 мужских монастыря и 325 женских. 167 подворьев и 45 скитов. 5 академий. 1 богословский институт. 2 университета православных. 33 духовных семинария. 44 духовных училища. 14 пастырских курсов. И 3 прихарных женских училища. И несколько иконных и легенских курсов. Данные из доклада Патриарха Алексея II в 2003 год. То есть, я не сам это выдумал. Сегодня это надо в разы умножать. Епархии разбили на некоторые на 3 епархии. Теперь, где угодно, если будут епископы, они сразу большинством задавят тех. Какая там греческая, там мизерная. Слово Божие было закупорено. Оно не было известно простолюдинам. И в этой среде вращается в самом высшем обществе молодой человек. Какова его практика как благовестника, как миссионера среди язычества? Да если бы он только слово на эту тему выдохнул, как его смели бы и в низшие слои социальной корзины, навсегда порушив его карьеру, как поступали с такими активистами в годы советской власти. Значит, он еще даже и не начинал подвязаться за веру, за евангельскую веру, за благовестие Евангелия. То есть, я не знаю, но знаю обстановку. Ну, как, допустим, сын человеческий книгу написал, Александр Менин, он пишет, какая папа, ну, ниоткуда знает, оно из других источников. И у него прекрасный труд получился. Вот Деяние апостолов, название. Иоанн Затаус говорит шесть проповедей. И проповеди там, может, по часу. Так. Кавычки открыты. В это время восточной частью Римской империи управлял Феодосий Великий, 379 по 385. Западный Грациан, 375 по 383. Феодосий, имея двух сыновей, Аркадия и Генория, искал для них такого учителя, который бы научил их... Вот я примерно рассказал, я пропущу это. Вот так остановлюсь, вы можете просчитать. Это прямо скопировано. И вот дальше. Тщательно поискав по всему Риму, Рим это Вавилон, прямо называют Вавилоном здесь. А они не нашли более премудрого и более добродетельного мужа, как Арсений Диакона. Он был уже проводившего жизнь добродетельную и превосходившего многих своим подвигами. Ну и дальше. Прочитали? Идем дальше. Дальше что было? Повиновался он против своей воли. Это его житие. И дальше опять. Но чем больше славы окружало Арсения, я тут вот кавычки закрываю, вставляю свои слова. При царском дворе Николая Первого воспитал его детей Жуковский, Василий Андреевич, поэт и друг Пушкина, Александра Сергеевича. Саша сам насчитывает в своем реестре 113 своих любовниц. Пушкин. Ну какой он был? Что он мог написать? Мог ли Арсений выйти за рамки официального монастырского православия-то? Как жили при дворе? Что для них было главным? Отец Феодосий вносил коррективы в метод обучения, чтобы щенопочитание и отпрысков было заменено на строгость. Вот как. Дальше кавычки открыты. Но чем больше слава окружала Арсения, тем больше он скорбел духом. Потому что сердце его не лежало ни к славе, ни к богатству, ни к суетной мирской похвале. Ну дальше. Ну случилось однажды, что он какой-то проступок отпорол его розгами. Притом настолько сильно, что Аркадий помнил это наказание до самой смерти своей. Так как среды розок остались на теле Аркадия. По промышлению Божию был. Теперь уже начинает говорить, что это от Бога было. Ну и дальше. Стал молиться. И вдруг ночью во время молитвы, то есть он услышал, ему сказали, что он говорит, приду к власти, я казню его. Ну он испугался, ну и понятно. Арсений услышал свыше голос. Вот где. Свыше голос. Говоривший Арсений, беги от людей и ты спасешься. Я по Библии знаю, Библию знаю, это не от Бога. Тут не говорится кто, а контактер. Арсений в данном случае выступает. Арсений, беги от людей и ты спасешься. Ну и дальше читайте, где он бежал, где был. Я буду дальше останавливать маленько. Ну а некоторые места дальше. Прочитали дальше. Ну тормозните и прочитайте. Беги от людей и ты спасешься. Неведомо было так. Тем более, директива того голоса, неведомого, не была отменена ни разу. Беги от людей и спасешься. А Феодосий начал его разыскивать, но нигде не нашел. Но только он взял это за основу. Дальше. В ответ это был голос неба, говоривший. Арсений, скрывайся от людей и пребывай в молчании. Это корень добродетели. Кавычки закрыты. Я отвечаю. Вот состояние человека, равного которого не было в империи восточной и западной. Уже в пустыне, уже насянгельский образ. Он не знает, как же спастись. Да разве мог такой вопрос задать хотя бы один прихожанин даже Галатской церкви или Эфестской? Что же это за прихожане были в православной церкви, что диакон, учитель царей, монах и не знает, что знала Мария Магдалина, знал Тимофей, полукровка далекой провинции? Или здесь пишут, что попало писателю житий, или действительно так и было? Это чиноподсчитания к монашеству и инокам достигла своего апогея, когда Библия была закрыта и спрятана. А указания Божии были сведены до буквального величия имеющегося контактера. Кто что услышал от некого голоса. Этот голос никто не проверяет 1600 лет. Я отвечаю. Второй коринфянам. 11.3. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 1 Тимофея 5.15 Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Так. Невозрожденная Духа Божия, чрезвычайно, жаждали чудесного, необычного, и тут же награждали обладателя сего необычного дара знанием, званием великий. Деяние. 5.36. Явился Февда, выдавая себя за кого-то великого. Вот так. Деяние. 8.9. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал, изумлял народ самарейский, выдавая себя за кого-то великого. Ну скажешь, что они же сами за таких выдавали сами, но люди их уже почитали не просто великими, а богами. Деяние. 14.11. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаунски, боги в образе человеческом сошли к нам. Боги в образе человеческом сошли к нам. Архиерей приехал. Деяние 28.6. Они ожидали было, что у него будет воспаление или внезапно упадет мертвым. Но он, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он бог. Вот так, легко, как они переходили, язычники. Это я отвечаю. Неужели никто и ни разу не попытался сравнить то, чем руководствовался Арсений? Проверить по Библии-то. Голос, сказавший ему про молчальничество, был совершенно противоположен голосу Иисуса из Назарета. Иисуса, который воскрес и грядет судить всех по своему слову, неизменному и неотмененному. Вот это наизусть все заучите. Евангелие от Иоанна 12.48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Слово, которое я говорил, то есть Евангелие, оно будет судить. Есть Библия, есть слово Саваофа. То, что значит великие, значит, что люди эти невеликие, если они идут против Слова Божия. Им остается только зафиксировать рядом с великим слово Анафема. Даже если и крылья у него, и чин ангельский, или даже сам ангел, Анафема, и крыльям будет привязана. Считаем. Галатам 1 глава 8-9 стих. Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благорестовать вам не то, что мы благорестовали вам, да будет Анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благорестует вам не то, что вы приняли, да будет Анафема. Вот меня когда спрашивают иногда, там, эти, ну, мусульмане, там, я отвечаю, вот, если не так говорят, а там не так, Анафема, и весь сказ. Так это у нас в священной книге. Я ничего с ним не говорю, я отворачаюсь в своей книге, я вашу книгу не трогаю. Странно и страшно считать и видеть, как люди друг перед другом горбатятся и боясь как-то неуважить чей-то сам, его святость, его мощи. В то же самое время так свободно и легко и умышленно, пренебрежительно относятся к слову Еговы. И если чьи-то действительно идут совершенно вразрез со словами Святого Духа, то к кому же нам прислониться, к Богу или великому человеку, его великому заблуждению, и восстать против голосов свыше, которые уводят от голоса единого пастыря душ Христа. Интересно, хорошо Феофан Затворник говорит, если человек говорит там, благословляю, а Бог говорит, не благословляю, что будет утверждено на небе? Что тут непонятно-то? И дальше. Деяние 26-22. Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. Иеремия 33-3. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Воззови, мы кого-то зовем, там стоит Иван, Иван. Он не слышит, Иван, тебя зову. Все. Иван, 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 Иван. Иван, приди, Иван, приди. Но нигде это не делается, Господи, помилуй, сорок-то раз. Ну неужели непонятно, что это издевка? И никому на ум это не приходит. Дальше. Арсений, скрывайся от людей и пребывай в молчании Это корень добродетели Считаем Если первый раз голос был лично к Арсению И он спас тело свое, бежав в Александрию и в пустыню То второй раз, очевидно, тот же самый некий голос Уже более поучительный, так как Арсений вполне доверился этому голосу Распространяет указания на всех Обобщая этим указанием свою мысль о спасении Если об этом пишут сегодня в житии Арсения Значит, он не скрыл этого голоса И что он имеет связь и верит этому голосу И никто за шестнадцать столетий, промелькнувших в пустынях С тех пор так и не подсказал Что этот голос совершенно не... Не те слова говорят, какие были от Духа Святого в Библии А какие слова в Библии были? Давайте сравним Считай Марко 16, 15 И сказал им Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари Так это апостолам было сказано Но тогда умерло, больше нигде ничего нету Луки 24, 49 И я пошлю обетование Отца Моего на вас Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме Доколе не обречетесь силой свыше А до чего эта сила-то свыше была? Почему сегодня такого голоса ни разу не было за две тысячи лет? А почему? Ияна 15, 26 Когда же придет Утешитель, который я пошлю вам от Отца, Дух Истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне Свидетельство Духа Святого, которое вы понесете людям Дальше Деяние Деяние 1, 8 Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый И будете мне свидетелем в Иерусалиме И во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли Деяние 4, 33 Будете мне свидетелями Какой свидетель, когда в пустыню иди? Я еще против монашества Монахи против Христа идут, против Евангелия идут, против Духа Святого Но я и говорю, что это не то Я за монашество, чтобы они шли и проповедовали, что Дух Святой сказал-то А эти-то, которые приплясывают вокруг меня, мои колокольни-то Они же ничего этого не знают Глазами говорят, всегда где-то крутят Ну видно прямо, как совершенно одержимые Деяние 4, 33 Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа И великая благодать была на всех их Вот когда проповедуют, когда идут, тогда благодать А не тогда, когда они молчат, сидят Иоанна 17, 20 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их 2 Коринфам 4, 4 Для неверующих, у которых Бог веха сего Дьявол, СД, Сатана Ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования О славе Христа, который есть образ Бога невидимого Что? Благовествование, свет, ничего этого нет сегодня А дальше, внимая этому голосу Арсений ушел из того места и вглубь пустыни И построил себе здесь за себя небольшую келью В этой келью он всегда пребывал один Всемирно стараясь соблюдать молчание Избегал всяких бесед, постоянно устремлял умы Стоит к небу и далее После богослужения нигде не говорил он о славе Божьем Женщина одна привезла, там ему было корм, золото И стоит, ждет благословения А он головой в землю уткнулся и не встает Она тогда и говорит, что у двери стоит-то Он не ответил Она тогда пошла к епископу, по его разрешению нашла его И говорит, владыка, вот так и так Ты помолись обо мне Ты помни обо мне А он лежит и говорит ей Я буду молиться, чтобы забыть тебя Чтобы стерлась из памяти Вот какое презрение к женщинам А епископ говорит, нет Он сказал, не это имел ввиду, начал толковать Дальше, по окончанию богослужения Точно возвращался в молча свою келью При этом он никогда не вступал ни с кем в разговор 29 было, 39, 49 лет И 94, почти полстолетия он так промолчал А где этот, завернул в платок, закрыл Он придет отвечать перед Богом за этот талант Отвечает, так редко когда был Асений отвечал ему Знает Бог, как я люблю вас Но я не могу пребывать одновременно с Богом и с людьми Да где же это видно было Любите меня, Господь говорит, и дальше Если имеете общение друг с другом Кровь Иисуса Христа защищает от всякого греха Ничего евангельского нет Какой это дух-то ему это сказал-то Я только это и сказал Можете я ему не молился, никогда не буду молиться Не могу я ему молиться А кому вы молитесь? Ну, Иерон Я скажу какое Это стало дело от Андрей Которых умучили, казнили за то, что они не хотели Сами себя защищать, воевать Не пошли в армию К своим врагам Один раз Авва Марк спросил его Для чего ты, честная очередь, удаляешься от нас Арсений же отвечал ему Знает Бог, как я люблю вас Я не могу пребывать одновременно и с Богом и с людьми Местами-то Я не могу, оставившись с Богом, жить с людьми В кавычках Стремлюсь Стремясь как можно ближе стать к Богу Арсений всячески удалялся от людей Да даже страшно считать это дело Идите по всему миру Учите за столом Во времени и во время Во времени все тот голос Сказал молчи Ну, явное дело Умер царь Умер уже кто ему грозился Аркадий Никого нету Но уже он принял Теперь ждет туда голос А голос время от времени корректирует Теперь взяли за установку Это вот поведение его Тысяча монахов шибло с ног Дальше Стремясь как можно ближе стать к Богу Арсений всячески удалялся от людей Ну и дальше просчитаю Так что действительно любит кто молчание Не должен слушать даже и пение птиц А как же Давид слушал И птицы злославят Бога Считайте последний псалом Великие бездны и все нету Вот куда пришло это дело Я не могу пребывать одновременно с Богом и с людьми При мощном образовании и огромном опыте При царском дворце и в столичном патриаршем храме Он давил авторитетом без слов Однажды брошенная фраза Арсением Уже в полторы тысячи лет давлеет Над сказанными словами Христа И изничтожает на нет слова Евангелия о благовестии Приставка Великий могла оправдать любое самодурство и тиранию Любое невежество по отношению к Слову Божию И любое противление словам истины Это же и сегодня На любое указание Библии Православные только взглянут И хорошо, если тебя не сомнут гневом И при этом всегда сошлись на слова батюшки И совсем уж неотразимо Если это сказал Ян Крестьянкин Адриан из Лавры Или Кирилл из Загорского посада Иногда преподобного Кавычки открыты Дерзали искушать бесы Ну и дальше считайте Близко реки Встретился здесь Столпой путников Шедших той дорогой И одна женщина Египтянина Прикоснулась к одежде преподобного Но он оскорбившись Сделал ей замечание Что женщина не должна Прикасаться к одежде монашеской А женщина что-то сказала ему Если ты монах То иди в гору пустынную-то Умилился старец от слов И часто поговорил себе Повторяя слова женщины Арсений Если ты монах То иди в гору И скитайся по пустынам Один старец спросил А Арсений Как мне быть Честные очки Я никак не могу Отстать от той мысли Что я стар И потому не могу Ни поститься Ни трудиться Но он им отвечает Хоть ты ничего не делай Только будь В монастыре И сиди и карауль стены Дальше Вот прочитайте дальше Все Я только Показал На житие одного Самого Самого грамотного Самого умного И которого легко Можно было сбить Почему Не знаю До конца не знаю Страх человеческий Обуял все И как он мог довериться Когда Ничего не сходится Выходит Главное было Считать А не понимать Зачем он поверил Этому голосу Это непонятно Беги И прячься Ну убеги Да и все Иди дальше Иди проповедуй Иди там Другое государство Может быть он языки Какие-то знал Иди в Англию Поплыви в Америку Которой еще не было Ну можно было Такая империя Это была В это время Сколько было Первый век Я нашел данные 120 миллионов 120 миллионов В одном миллиарде Сколько будет это Получается Восемь А их Семь миллиардов Семь и восемь Пятьдесят шесть Пятьдесят шесть Империй Это на сегодняшнее Состояние Иди проповедуй Тремстам миллионам Билли Грейм проповедовал Так это Ну еретик По нашему Ну на этом все Так что я монахов признаю Но монашество В том виде В котором оно было Оно было антиевангельское И на его совести То что мусульманство возникло Коммунистическая партия Фашизм Все на совести на этом А если бы везде проповедовали Ну ребенок то Гитлер там В церковном хоре пел Сталин то учился В семинарии духовной То если бы было по Евангелию Это проповедник был Он уголовник Грабил банки Гитлер Пятьдесят миллионов Принесли в жертву Спаси нас Господи Помилуй От незнания Слова Божия Евангелие От Иоанна 12.48 Слово мое Будет судить В последний день Я люблю монахов То есть одиноких Которые проповедуют От много ли таких знаете Да ни одного На этом все Которые проповедуют